Всем привет меня зовут Ирина Третьякова и добро пожаловать на мой канал петельки радости Друзья, всем привет еще раз, сейчас очень раннее утро, я встала сегодня специально пораньше, чтобы заснять этот кусочек для вас, потому что иначе я потом никогда не успею это сделать, поэтому только перед работой, поэтому простите меня, что я такая сонная еще, максимально ободрилась как могла, вот, поехали, вот так повыше будет, значит что, в этом видео будет одна готовая работа, всего лишь одна, но много новых процессов, вот, поэтому и много покупок, ну не то, что прям много, но они есть и они такие, знаете, классные, ну как по мне, вот, поэтому сейчас я вам вставляю сюда кусочки, которые наснимала до этого, там что вязала, что начинала и готовую работу в том числе тоже сюда вставлю, вот, а фоточки уже буду прикладывать потом по мере разговорной речи, по мере разговора нашего с вами после этих кусочков. Так, девчоночки, у меня тут такое сокровище, посмотрите, я правда, правда не вижу, в реале передают цвет или нет, но он потрясающий, у меня тут такое богатство, сегодня забрала с асдека, наверное кусочек видео вам вставляла, в общем, что это у меня такое, это у меня Джи Джи Филати, наконец-то я купила хоть что-то этой фирмы, милифили, 70% меринос, экстра файн, супер джилонг и 30% кашемир, вот, здесь получается, даже, по-моему, конус, вы видите, оригинальный, если я правильно понимаю, то это оригинальный конус, да, в Джи Джи Филати написано, так, здесь 750 метров в 100 граммах, и у меня здесь 400 грамм, по ощущениям пока непонятно, но это же, но это же, как бы, бобинная, да, пряжа, она же раскроется после в ТО, вот, в общем-то, я купила эту пряжу под проект, а вот как раз распечатала, это жилет Everyday от Даши с канала Малеева Книц, вот, и я, собственно, буду его вязать, я его уже распечатала, и эта пряжа там является оригинальной, я хочу попробовать именно из нее связать, я заказала еще такую же в другом цвете, но там, наверное, будет либо для свитера, там, 500 грамм, либо для большого шарфа, с шапкой, в общем, подумаем, но это точно для жилетки, цвет такой, цвет, 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 здесь есть, цвет, скажите мне, пожалуйста, 2,15 цвет, я совершенно не разбираюсь, для 0,9 этот цвет, вот, ну, там один такой синий, в общем-то, в этой палитре, какой-то сено, мне кажется, здесь встречается, но пока мне все нравится, посмотрим, как будет в работе, вязать я буду две нити, какой-то такой есть немножко твидовый эффект, да, какие-то вкрапления есть, в общем, будем смотреть, пока что я не знаю, я, сами знаете, с бобильной пряжей не особенно, алё, ниточка такой, получается она двойной крутки, да, это правильно называется, две нити, вот, собственно, сейчас я размотаю еще на один кейк, и, наверное, начну вязать, мне уже не терпится, вот, вот так еще подсниму, потому что там я не сняла чехол с телефона, а он, как-то, через чехол не очень хорошо снимает, вот так цвет практически реальный передается, красивый такой твидовый, в общем-то, достала я моталку, достала я моталку и начинаю мотать, кстати, гляньте, какая красивая картина, только нужно оформить, это рисовала моя маленькая, точнее, племянница, когда была маленькая, сейчас она уже взрослая девушка, вот, а тогда ей было, наверное, года четыре-пять, и она вот такие красивые картинки рисовала, так, я нашла, буду ее обязательно оформлять, и буду украшать ею свои стены, в общем, я мотаю, у меня такая обычная моталочка, поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, я отмотала такой красивый кейк, гляньте, какой он красивый получился, сыпется пряжка, вот, насыпалась, на белом столе здесь вообще видно, конечно, все, каждую пылинку, ну, не так, что прям сильно, да, сыпется, не как там, когда вяжешь, да, но все-таки немножко сыпется, но я еще, знаете что, я начала мотать с этой вот штуки, с конуса, как он не конус, господи, как это называется, что-то скажите мне, ну, как это называется, забыла, это держатель для бобинки, забыла, как оно называется, вот, и очень неудобно, прям, у меня выскочила палка, этот шуруп там выскочил, потому что она сильно быстро-быстро-быстро вот так крутилась, в итоге я потом просто переставила бобинку на пол и намного быстрее все дело пошло, намного удобнее, так что имейте ввиду, если кто-то, может быть, как и я первый раз, хотя я уже разматываю, это не первый раз, но вот пробую разные способы, вот, на полу ставить самое удобное, чтобы мотать на такой обычной моталке, давайте взвесим, сколько тут мотала, мне бы по-хорошему под 200, чтобы грамм было, но, как они тут у меня, 145, ну, ладно, нормально, если что, я соединю нить, в принципе, у меня на жилет должно идти 350 грамм уйти примерно, ну, не хватит по-любому, еще бы грамм бы 30 хотя бы домотать бы, да нет, ну да, грамм 30 хотя бы, ну, там моталка моя уже просто больше не выдерживала, поэтому там уже без вариантов, 144 грамма, вот, в общем, в горле першит, еще раз, очередно, убеждаю, что мотание пряжи это вообще не для меня, а я красивая все-таки, да, вот, пошла вязать, так, всем доброе утро, у нас утро, 7 утра, у меня такой сонный голос, но я хочу это снять, потому что вдруг это шедевр, короче, значит, проснулась я рано, сегодня суббота, 31, 31 августа, последний день лета в этом году, вот, и, короче, что у меня сильно, опять, я почему-то уже как-то потрясывается, скажут еще что-нибудь не то, вот, короче, я привезла с собой на дачу кардиган, который вяжу на шестерках, вот, и у меня ужасно, но вот кисти от них, я не хочу сейчас вязать на шестерках, поэтому я придумала себе новую работу, в общем, из того, что нашла на даче, у меня здесь была фиджи из моих запасов, такая черная, красивая, красивого цвета пряжа, вот, 0,2 цвета получается, красивый, ну, не знаю, конечно, понятно, что это фиджи, но я ее почему-то нежно люблю, не знаю почему, и тогда давно ее накупила разных цветов у нас на базе воронеже, ну, вот, в общем-то, вот, буду вязать, я решила связать кардиган, еще один, сейчас время кардиганов, осень будет, я их ношу с радостью, вот, и посмотрите, я уже связала росток, красивенько получается, как мне кажется, вот, вяжу на четверках, да, про спицы, спицы у меня тоже нужных не было с собой, мне тут такой вот кошелечек с непонятным количеством всего, и я нашла китайский, ну, а что, как бы, хочешь вязать, вяжи, из того, из чего есть, у меня был такой здесь на даче китайский набор, все, наверное, с ними знакомы, видите, есть пряжа, взрывает мешочек, цепляется, ну, вот такие спицы, вот, тросики здесь классные, между прочим, сами спицы, ну, мне не очень нравится, я уже про них рассказывала, многим девчонкам нравится, их, в принципе, заходят, ну, я хочу вам сказать, нормально, хочешь вязать, вяжи, нормально, они такие, в меру остренькие, не четверку, я вижу, сказала уже, я еще не проснулась, простите, встала сегодня в 6 утра, какого хрена я встала в 6 утра, непонятно, в субботу, да, ну, в общем-то, за неделю привыкаешь уже вставать, и в выходные, в принципе, и вот, а, вскочила, это маленькое отставление, корчежу на четверках, и пока мне все нравится, у меня 10 мотков вот этой черной пряжи, опять-таки, да, видите, вот этот моток прям другой отличается, здесь мало, вот этого пушка, здесь вот, например, много, у меня 10 мотков по 50 грамм, мне не хватит на кардиган, какой я задумала себе в голове, но докупать точно не буду, наверное, я так думаю, ну, пока, да, я так думаю, потому что у меня есть еще красная, розовая, белая и коричневая, и я, может быть, смиксую либо с красной, либо с белой, но я потом вас еще спрошу ваше мнение, потому что я пока не знаю, в общем, буду мудыть что-нибудь, навяжу, буду вязать регланом сверху, уже вот, как я сказала, распаковывала, у меня здесь было две точки разворота всего лишь, с одной стороны и с другой, и буду делать прибавки, наверное, буду в каждом третьем вяду делать, или в четвертом, в общем, подумаю, а во втором, мне кажется, во втором, мне кажется, будет часто, вот, и буду вязать, буду вам рассказывать, делиться, в общем-то, мне кажется, будет прикольненько, так неожиданно рождается какая-то новая работа, вот, на четверках мне вязать более-менее рука, но, кстати, если у вас есть какое-то классное средство для суставов, может быть, мазь какую-то вы знаете хорошую, обязательно напишите мне в комментариях, потому что мне это необходимо, я как бы использую мазь и знаю, да, что там, как лечиться, но таблетки уже только недавно пробивала, пока не хочу, а вот, в общем-то, может быть, какой-то у вас есть народное средство, или какая-то своя проверенная мазь, которая вам очень помогает, обязательно поделитесь, мне это очень нужно, я думаю, не только мне, мы вязальщики, народ такой, ну вот, все, пока буду заканчивать включение, буду продолжать вязать, у нас сегодня прям хорошая погодка, пока на улице градусов 25, очень комфортно, но днем будет 35, вот, так что такие дела. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, всем привет! Привет! Небольшое подключение, покажу свои продвижения, вижу жилет по описанию, там уже все называла, сейчас уже не помню, как называют все в ритме, по-моему, вот, вот такие у меня, в общем-то, вот так уже он вырос, сегодня у нас суббота, 14 сентября, я вот только присела на терраску, тут у меня вот еще подсолнышки, сегодня тоже удаляли до обеда все с... участка, ну, не всю часть еще удалили, еще осталось, и, в общем-то, сейчас у меня есть часок на повязать, и потом мы поедем на день рождения к маме, мужу. Вот, погода классная, честно, я бы вязала и вязала целый день, не то, что там, конечно, поедем поздравлять обязательно, а все это здорово, но это такая погода суперская, прям хочется вязать, мне нравится, что получается, правда, конечно, какой-то размер намного меньше у меня сейчас идет, чем должен быть, но я предполагаю, что полотно сильно немножко расширится после... в этом... я же, конечно, образец не взяла, но вы знаете... Так, у меня вот тут вот в твините бобинка, вяжу из Джи-Джи Филати, но я уже рассказывала по кусочке предыдущего, все по описанию, за исключением того, что я сделала обычный наборный край. Там был наборный край, как бы такой петлями набирается, накидывается на спицу, у меня совершенно ничего не получилось, я три раза пробовала, первый раз набрала, ошиблась там с количеством петель, петель. Второй раз набрала, там дальше получилось, что начала вязать, у меня какие-то вытянутые получаются петли по низу и некрасиво. Третий раз набрала, опять у меня какие-то вытянутые петли, психанула, думаю, нафига, ну какая разница, он так же, в принципе, выглядит. Просто посвободнее набрала обычным способом, я заказала себе коврик для фиксации, а иглы у меня давно еще куплены, я просто его заблокирую и расширю вниз, я так думаю. Ну пока такие предположения. Пряжа красивая, вот прям вот реальный ее цвет сейчас виден при дневном освещении. Единственное, что, ну это, наверное, как бы все так, наверное, бобинные пряжи себе ведут плюс-минус, такая она жесткая, она в пропитке вся, состав-то 70% меринос-30 кашемир, я думала, будет, ну мигусик, да, при вязании, ну потому что привыкла вязать из маточков, а тут такая она, прям первое время, прям пальцы все аж болели, такая жесткая-жесткая при вязании. Ну сейчас уже привыкла, нормально, вяжу вот такие косички, собственно, у меня получаются, делаю с помощью вот дополнительной спицы, вот так очень удобненько у меня, вот здесь она стоит, и, собственно, вяжу, вот, вот такое вот включение, мне нужно 38 сантиметров примерно, там 38-40 провязать вверх, ну для того размера, я вяжу третий размер, я хочу на 48-50, я хочу, чтобы он прям был свободный-свободный, но пока вот он такой маленький, я вообще не понимаю, что это будет, будет сюрприз, так что вот так, до следующего включения, вон мышка, видите, черная кошечка, вчера реальную мышку притащила ночью, не знаю, живую, я ее вроде как спасла, но не знаю, убежала ли она, или она где-то в диване спряталась, вообще не нашли, ну, наверное, скорее всего, вот так поперила, вниз убежала, этаж-то первый, но у нас терраса, она такая, приподнята вверх, метра на полтора-два от земли, от дорожки, вот, потому что в доме еще есть цокольный этаж, поэтому я не знаю, как она спустилась ли она, скажите мне, как это называется, ну, по стене, по кирпичной, грубо говоря, вот, спустилась, не спустилась, не знаю, ну, красивенько, мне кажется, получается, посмотрим, что будет после ВТО, надеюсь на вот это чудесное преображение бобинной пряжи после ВТО, чтобы она раскрылась, стала мингусиком, стирать, скорее всего, буду несколько раз, у меня есть мыло, вот это, которое, знаете, вкусвиловское, кокосовое, которое там хорошо отстирывает, шампуньки буду стирать, но в машинке, скорее всего, не буду под руками, мне будет жалко машинки, если вдруг что-то сваляется, поэтому вот такие дела, до следующего включения, завтра планирую записать ролик, вот, показать вам палантин свой в подсолнухах и текущие принцессы, кардиган черный я там вяжу, не знаю, что получается, какая-то ерунда, если честно, но покажу, вот, носочек вчера ночью один начала чуть-чуть, думаю, сегодня поедем в гости, мы обычно там до вечера будем, бываем, поэтому я там посижу со всеми, а потом думаю, может, пойду там тоже на улицу повяжу немножко, погода просто очень суперская, вот, поэтому завтра, надеюсь, все-таки записать ролик. Девушке надоело лежать на полу, да, она пришла на диванчик, хорошо, тут все грязно, опять купать тебе надо. Мышка, чудо ты, конечно, мышка, эта кошка, я, по-моему, рассказывала уже, да, она просто невесомая, она нисколько не весит, хотя кушает совсем неплохо, аппетит хороший, да, у нас, ой, не упала, аппетит классный, если ее не покормить, она будет кричать, конечно же, вот такая очень громкая, да, своенравная дама, вот, но она такая невесомая, с ней так классно спать, она приходит, укладывается ночью сама, подстраивается, да, если у меня городские котики, они породистые, они же такие характерные, то есть, если там подвинешься, перевернешься, они психуют и уходят, не будут с тобой спать, то вот эта дамочка подстроится, уляжется, как вот, будешь крутиться, она все равно переляжет, под мышку залезет, да, головку положит на подушку или на ручку, вот, и будет спать такая комфортная, только купать ее нужно постоянно, потому что кто-то валяется в земле, да, кто валяется в земле, расскажи, кто валяется? Мышами. Так, друзья, ну что, всем привет, давайте я вам сниму, уже облетели у подсолнушки цветочки здесь, давайте я вам сниму мой палантин в подсолнухах поближе, да, я там по нему, наверное, рассказала что-нибудь, а может быть, не рассказывала, а сейчас рассказываю, видео еще не записывала, поэтому не знаю, что буду говорить, в общем, он вот такой огромный, он не помещается у меня на столе, вот, я сейчас замерю его ширину, да, это ширина получается у нас, и подпишу тогда здесь, вот, пополам сложу и замерю, в общем-то, все вязала по наитию, здесь вот как косыночка вязалась, да, получается как будто сердцевинка, да, у нас подсолнушка темненькая здесь, потом идут лепесточки, вот больше вот на этот желтенький похоже, а потом тут лепесточки желтые, это стволы листья, ну так я думала, да, и здесь такие много подсолнушка в квадратике, вот так получается, в общем-то, вот такая красота получилась, вязала я из полухлопка ализе, cotton gold, вот, быстро связалась, дольше у меня лежала, пока я соберу это все дело, ну квадратики, да, понятно, дольше вязались, а так как бы сама вот эта косынка палантин связалась очень быстро, это лицевая, как бы, сторона получается, соединяла здесь все крючком, за задние полупетли делала, ну так почему-то мне показалось получше, вот, с изнаночной стороны смотрится вот так, кончики, у них все спрятаны, надо будет их, наверное, подклеить, вот, ну и, собственно, вот такая красота, фотографии делала, правда, мне не очень понравились, там как-то неудачный был свет, если сегодня не заленюсь, то пойду за сниму, сфотографируюсь еще пару кадров, если заленюсь, то уже выставлю те, которые были, ну вот такой он, огромный, в общем-то, не помещается, крючок здесь был два с половиной, по-моему, да, он такой не идеальный, но он такой яркий, дачный, вот такой вариант, и, в общем-то, тут просто присняла квадратики, а здесь, получается, они все идут в ряд, а здесь вот такой на уголке, делает такой скол, сейчас пополам сложу, вот сложила пополам, так будет лучше видеть, на самом деле он ярче, но сейчас уже так 5 часов вечера, пол-пятого, такое полузакатное солнышко, вот, и вот так, не передает у настоящего цвета, вот, ну вот так, вот, вот это настоящий цвет, какой он есть, такой, зеленый цвет травы, я бы сказала, идеально подошел желтый, ну и коричневый, вот, такая красота, что еще сказать, лето закончилось, осень, да, но он такой яркий, такой прям поднимающий настроение, которого сейчас не хватает, если честно, потому что в связи с событиями, которые у нас тут происходят по местности, очень невесело все, но не будем о грустном, вот такая красота, я не один ряд обвязала, по-моему, да, здесь столбики без накида, вот, больше решила, что мне больше ничего не нужно, я думала бахрому сделать, ну, как-то так оно хорошо все легло, такими полумесяцами, все ровненько, хорошо получилось, вот, до следующего включения тогда, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok очень помню, но сейчас просматривать совершенно времени нет, поэтому я все-все-все выложу, все смонтирую, но уже получится, я немножко пригибаюсь, потому что как-то у меня получается, камера немножко низковата, заказала новый штатив, потому что все мои эти лампы кольцевые, все это переломалось, все это неудобно, если бы вы сейчас видели, как у меня стоит этот штатив с лампой, на упаковке с феном, потом куча книг, рамок, и, в общем-то, собственно, сам штатив, уже не один раз упал, пока я пыталась здесь все настроить, ладно, сейчас не об этом, давайте я вам покажу, что я купила, так, первое, вот такая красота, это дундога, девчонки, никогда я не вязала из дундоги, но что-то все прямо сейчас так рьяно из нее вяжут, что мне тоже захотелось, это будет шарф, такой, я не знаю, большой он вряд ли, наверное, получится, здесь 200 грамм, хотя, может быть, метра полтора получится, сантиметров 50 в ширину, вот, он такой вот разный, да, вот такой разноцветный, красивый такой цвет, я думаю, что просто, вот специально такой выбрала, чтобы у меня есть вот такая шапка, знаете, там вот такая шапка, вот такая шапка, чтобы он подходил, вот под разные мои головные уборы, а шарф был один, мне кажется, будет очень классно смотреться с пальтом, есть такое осеннее песочное пальто, мне кажется, будет прикольно смотреться, в общем-то, вот такая красота, цвет сейчас классно передается, вот такой, какой он есть на самом деле, практически, вот, очень прикольный цвет, я имею в виду, а пряжа сама по себе, конечно, колоковатая, я это, в принципе, знала, здесь, конечно, встречается вот это вот сено, тоже про это я слышала, я была готова, вот, ну, размотаем, будем вязать, только сейчас немножко прохладнее станет, потому что у нас до сих пор плюс 30 градусов, жара, поэтому такие шерстяные какие-то вещи вязать пока не сильно хочется, но тем не менее, я же понимаю, что будет холодно, и обязательно этот шарф мне пригодится, попробую, может быть, вдруг мне эта пряжа как зайдет, и как потом свитер из нее свяжу, то, что расцветки там, конечно, потрясающие, и какие работы девчонки делают, это просто потрясающе, я просто вбила, вот, в гугле, работа из Думдеги, посмотрела, и обалдела, меня так вдохновили, поэтому, собственно, такую пряжу я приобрела. Дальше, что у меня было дальше? Дальше я же вяжу жилет, да, из пряжи Филати, да, Джи Джи Филати, здесь 70% милинос, 30% кашемир, я наконец-то купила такую себе пряжу попробовать, это бобинная пряжа, я купила бобинку 400 грамм, размотала на кейк, и оставила половину бобинки, в общем, наверное, я вам там показывала, и вяжу вот такой вот жилет, я вяжу на размер 48-50, то есть я хочу прям такой овер-оверсайз, такой свободный жилет, и как-то пока мне кажется, что он мне в принципе на 46-ой идет, но я не знаю, наверное, пряжа разъедется после стирки, я же образец, сами понимаете, не вязала, вот, в плотность, не знаю, попала нет, но по количеству вот рапортов, вроде как и попала, вяжу все по описанию, единственное, что я не смогла сделать, наборный край, как там было указано, в описании, когда петлями накидываешь на спицу, наборный край, как бы сами петли-то я сделала, но я потом начинаю вязать, у меня край получается неровный, одна петля вытягивается, другая не подтягивается, мне не понравилось, я сделала просто обычный наборный край, не думаю, здесь это принципиально, я набрала на спице размера побольше, поэтому он будет хорошо тянуться, вот, все с ним в порядке, в принципе, я думаю, что да, немножко разъедется сама текстура, то, что вот, видите, там достаточно много, и тем более, что я достала свои вот эти иголки, я давно их купила, девчонки, даже вам, по-моему, не показывала, купила, не знаю, месяца два назад, на Алиэкспресс заказывала, и, кстати, пожалела, на Валберс дешевле, если что, вот, вот эти иголки я заказала на Алиэкспресс, они давно пришли, но у меня нет ковриков, коврики я заказала на Озон, но они там идут как-то через Китай, как-то очень долго, уже три недели идут, в общем-то, буду ждать, надо было просто детский коврик вот заказать, наверное, но заказала уже такие, на которых можно гладить, то есть там получается паром, все нормально, поэтому вот, вот это я буду блокировать, наверное, я думаю, вот так, если вдруг что, чтобы она подрастянулась, вот, по ощущениям по пряжи, да, я же, ну, совершенно неопытный человек в вязании бобинной пряжи, то есть, очень мало с ней работало, да, практически не работало, я покупала, она у меня лежит, есть, но пока ничего особо не вязала, только помните, если в свитер, вот малинка, которая начинала, там дополнительную нить вводила, и она мне тоже как-то не понравилась, но сильно резала мне палец, вот, здесь какая ситуация, конечно, я ожидала, что это будет такой мигусик, такой мигусик, кашемир, меринос, ну, как бы, ну, я думаю, что после преображения, после ВТО, он обязательно станет мигусиком, я отзывы посмотрела, у девчонок, и работы тоже готовы посмотрела, он, конечно, становится мигусиком, скорее всего, я даже могла бы постирать, наверное, эту часть и посмотреть, но не буду, иначе я заброшу, мне потом будет неинтересно, а сейчас, пока мне интересно, что будет дальше, я активно вяжу, вот, за недельку я связала вот это, у меня осталось буквально, наверное, сантиметров 7, и уже буду разделять на, берет спинку, и вязать полочки, и спинку, вот, очень мне хочется его закончить на этой неделе, но не знаю, не знаю, работаю сейчас за двоих, поэтому, ну, коллега в отпуске, а потом будет у меня отпуск, но в отпуске я уж точно закончу, надеюсь, вот, поэтому вот такая красота у меня вяжется, одна вот бобинка у меня, на этой штучке, здесь уже у меня стоит спица, с помощью которой делаю перехлесты, достаточно удобно, но, но что хочу сказать, например, в поездку брать не очень, там, даже вот на дачу я перевожу, мне, конечно, в моточках удобнее, это дело будет, но надеюсь, эта пряжа того стоит, потому что, я же еще заказала, вот, ту синенькую пряжу я заказывала в магазине, в интернет-магазине, а потом я нашла и на ВВБ эту пряжу, в принципе, поэтому заказала еще на Валберес, две вот такие бобинки, тот же самый джиджи филати, тоже мериносый кашемир, но в таком вот сером красивом цвете, здесь цвет получается, тэн-тэн-тэн, а где он здесь пишется, а, просто цвет серый, 750 метров метраж в 100 граммах, я, наверное, там не сказала, 750 метров в 100 граммах, ту жилетку я вижу в две нити, на спицах, по-моему, четыре, а здесь, как бы, они тоже размотаны для бобинки по одной ниточке, 750 метров в 100 граммах, что буду из этой, что хочу, планирую, может быть, тоже шарф с косами, мне очень хочется шарф такой, большой объемный связать, и вот, может быть, даже и в одну нить его взять, но это будет спица два с половиной, наверное, я его буду вязать шли года, скорее всего, будет тоже в две нити, в общем, когда я постираю в ЭТО проведу жилетки, я пойму, толщина для шарфа мне подходит или нет, вот, а так цвет-то именно такой, какой я хотела, если все будет нормально, то получится классный шарф и шапка, мне кажется, и будет прям такой клевый комплект, потому что шапочку мне хочется тоненькую, так, дальше, что еще у меня было из покупок, ага, из покупок у меня была еще вот такая бобинка, в общем, пошла я в разнос по бобинной пряже, девчонки, здесь подкупила цвет, здесь состав не очень, здесь 10% всего лишь шерсть, остальное там, не подписано, я подпишу, но там, по-моему, акрил и полиамид, что-то такое, мягкое, невероятно, я вам хочу сказать, я от кашемира ожидала вот такой мягкости, а тут-то это такая мягкая, классная, я понимаю, что, скорее всего, на плечевой она будет не очень, потому что все-таки акрила очень много, хотя фиг его знает, но мне очень привлек цвет, я попробую связать образец, здесь килограмм 200, девчонки, кило 200, я попробую связать образец, если не понравится, может быть, и плечевое будет, как вот по ощущениям, если нет, пущу на плед, потому что, я вам рассказывала, на террасе как раз мне вот такого цвета плед подойдет, ну, понятно, что сочетаться с чем-то будет, но, в общем-то, вот такая красота, так прям пушок у нее есть, прям как-то мне нравится, вот, но смущает ненатурально вот этот состав, конечно, но цвет бомбический, да, тоже вот прям реальный, какой он есть, что-то на улице там у нас какие-то звуки, вот, ой, Маруся, кошечка тут ходит, в общем, да, вот такие покупки, нюхает шерсть, такие покупки, пока, наверное, все из покупок, но я прям такая, знаете, обобинилась, скажем так, то есть у меня вот джиджи филати, 400 грамм и полкило, вот, плюс вот это вот, шерсть акрион, кило 200, плюс дунда, носочную пряжу, по-моему, вам показывала, в том видео, наверное, которую купила, вот, так что, вот такие у меня богатства в этом месяце, что еще из работ, а, кардиган, девчонки, мой кардиган шедевр, как я вам там говорила, мне кажется, то есть то, что я начала вязать из головы, скажем так, хотела по мастер-классу, но единственное, что я взяла из мастер-класса, это только количество петель, которые я набрала в начале, дальше я уже пошла от себя отсюда пороть, вот, потому что мне как-то захотелось по-другому, что-то по-другому, и получилось, если честно, хрен пойми, ничего, сейчас вам покажу, но в принципе, как бы и ничего, единственное, видите, что, но я тоже думаю, что это блокировка исправит, то есть я связала уже сам, сам, ну, как бы, извините сообщение, связала саму вот эту тушку, да, все, полностью она готова, думала даже оставить, может быть, короткий рукав, и такой, знаете, чтобы кардиган-жилеточка была, такой вот, как-то вот, вот так, мне кажется, мне хочется это сделать, чтобы она, вот как-то вот так на кнопку, он вот так на кнопку, может быть, застегивался, в общем, не знаю, начала вязать рукав, и знаете что, посмотрите, как у меня меняется плотность, просто жесть, причем, здесь я вязала четверкой, здесь я вяжу пятеркой, и у меня вот так меняется плотность в круговом вязании, это, конечно, трэш, плюс я сделала убавки здесь, через каждые пять рядов, не знаю, нужно ли это было, мне кажется, нужно, если бы плотность не поменялась, было бы супер, вот вяжу из Фиджи, знаете, моя любовь к этой бюджетной пряже, мигусик невероятный, мне кажется, что, в принципе, уж на даче-то я его точно смогу носить, но так, не знаю, посмотрим, у меня есть идея здесь какие-то сделать, висюльки из ниточек, но пока все не точно, вот, ночной шедевр, нужно его назвать, то есть вяжется, конечно, мега-быстро, его можно было за неделю связать, я просто его забросила, из-за вот этого рукава, потому что не пойму, что мне делать, шестерку что-ли брать, перевязывать, ну, ну, просто посмотрите, как меняется плотность, я, конечно, могу забить, и мне, в принципе, будет все равно, просто будет, как будто поуже рука, и все, здесь реглан, сделала, по-моему, три точки разворота, с каждой стороны, и прибавляла петли через ряд, а здесь на планке прибавляла через шесть рядов, ну, как-то так вот мне захотелось, не спрашивайте, почему, вот, и, в общем-то, вот такой вот карди получается, вот, как-то вот тут так вырщится, но я тоже думаю, что блокировка это все дело исправит, главное, что не образуется какой-то пельмень большой, меня это вот всегда смущает, но хотя что-то и есть тоже, посмотрим, в общем, как бы, как говорится, я тут не жалко, не по пряже особо, не по времени, потому что все очень быстро вяжется, легко, на лайте, лицевая гладь, вот, сделал планку, реглан точнее, и вяжи себе, да вяжи, вот, так что я его закончу, думаю, тоже в отпуске, тут работа на пару дней, в принципе, вот, была идея белую планку сделать, ну, что-то наверно у меня передумалось, можно что-нибудь вышить, на этом цвете красиво смотрится все, и желтый, и красный, и белый, вообще, и косяков не видно, все, как я люблю, вот, вот такой кардиган у меня еще вяжется, также я начала вязать, карди на выгуле, по описанию Маргариты Тереховой, но давайте я вам его в следующий раз покажу, там, далеко он лежит, тащить его уже времени, к сожалению, нет, вот, поэтому, вот такой какой-то влог у меня, много начатых работ, много еще недовязок, которым нужно вернуться, и я обязательно это сделаю в отпуске, надеюсь, вот, хотя бы, как я говорила, по одному недовязу кролику, вот, и одна готовая работа, а, ну, про готовую работу, собственно, это шаль из подсолнухов, да, которую, помните, я тоже связала из головы, просто занять руки, из полухлопка, Ализе Коттон Голд, вязала на основе косынки, то есть, как в мастер-классе я видела в ютубе, как мы увязали косыночки с вами, вот, там, типа, бабушкин квадрат, и на этой основе связала вот такую шаль подсолнух, вы ее видели уже вблизи, сейчас я вам тут несколько фото приложу, к сожалению, каких-то красивых фото я не сделала, можно было бы в поле выехать, там, или, вот подсолнухи у меня уже практически все отсвели, и уже, ну, как бы там не очень красиво получается, вот, ну, вот хотя бы так, чтобы было понятно, что получилось, в принципе, довольно веселая такая работа летняя, можно, не знаю, будет ли она носибельна как-то сильно, но так, просто для поднятия настроения, можно утром накинуть, выйти на террасу, налить чашечку кофе, но это только в субботу, а сейчас я побежала на работу, я всем желаю отличного дня, прекрасного настроения, вот, пусть будет мир, пусть будет все хорошо, всем добра, всем любви, всех обняла, пока-пока!